Добрый день! Сегодня мы напишем функцию, которая создает прямоугольную сетку У сетки можно регулировать размер, положение и толщину линий Ссылку на текстовый урок я оставлю в описании А сейчас давайте перейдем к нашему проекту Создаем новую Material Function Добавляем узел текстур координат Используем mask-компонент для того, чтобы выделить нужную составляющую Добавляем умножение, чтобы было возможно срегулировать количество Линии Используем косинус, чтобы получить периодическую структуру Добавляем вычитание для того, чтобы можно было регулировать толщину линий Используем узел сейл И ограничиваем значение в диапазоне от 0 до 1 Давайте создадим параметр GridSize Который будет отвечать за размер наших ячеек И добавим параметр GridScale Который позволит задавать размерность, например, метры или миллиметры для нашего GridSize Этот блок мы назовем Scale Добавляем параметр LineWidth Добавляем параметр LineWidth Который будет отвечать за толщину наших линий Для того, чтобы при значении 0 линии отсутствовали, а при значении 1 вся область была бы заполнена линиями Мы поделим наш параметр на 2 А для того, чтобы изменение ширины было равномерным, используем косинус Назовем этот блок LineWidth Эти узлы объединим в блок под названием VerticalLines Скопируем их И вместо красного компонента будем использовать зеленый Как видите, теперь у нас получились горизонтальные линии Так, добавляем толщину Толщину И размер ячеек Давайте сложим получившиеся результаты И посмотрим, что у нас получается Давайте сделаем размер ячеек чуть поменьше Как видите, сейчас у нас на пересечении более яркие зоны получились Поэтому опять применяем узел CLAMP Поэтому опять применяем узел CLAMP И мы adelantим арки Давайте создадим качествен Давайте создадим материал Давайте создадим материал Pastlvester Давайте создадим материал Продолжение следует... Создаем MaterialInstance Мы можем менять размер ячеек И толщину Давайте добавим возможность перемещать ячейки А также зададим порядок параметров И поместим их в группу MF SquareGrid Для того, чтобы добавить... Возможность двигать нашу сетку Нам понадобится узел Add И параметры XOffset и YOffset И для того, чтобы... У нас была возможность передвинуть нашу сетку на одну ячейку вверх или вниз А также влево или вправо Ограничим наши параметры значением от 0 до 1 Так как дальнейшее перемещение никакого смысла не имеет Назовем этот блок Offset И давайте проверим, что получается Перемещаем по оси X Как видите, сетка сдвинулась на одну ячейку в сторону И также можем передвинуть по оси Y Если мы с вами поставим параметры 0.5 здесь и здесь То начало координат у нас будет соответствовать середина ячейки Давайте посмотрим, как это выглядит Например, на ландшафте Сейчас у нас очень маленькие ячейки Но если мы поставим GridScale равный 100 Такой же, как здесь А размер ячеек зададим 1000 То сейчас у нас получилась сетка со стороной 1000 см Давайте уменьшим толщину И еще ради интереса можем посмотреть, что происходит с кубиком Давайте GridScale поставим 1 И размер сетки тоже 1 Как видите, сейчас сетка получилась вот такая Но если здесь мы поставим 0, то кубик выйдет таким Еще мы можем уменьшить размер сетки И изменить толщину А на сегодня это все Ставьте лайк, если видео вам понравилось Подписывайтесь на канал До встречи в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok